Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас самое подходящее время для развития промышленной кооперации. В приоритете совместные импортозамещающие производства. Тем более, как мне докладывают в Мордовию, входит число лидеров в России по доле инновационной продукции в объеме промпроизводства. Инновационные флагманы республики, оптоволокно и фармацевтика, безусловно, представляют для нас большой интерес. Кроме того, нашим специалистам было бы интересно ознакомиться и почувствовать, если вы сообщете возможным, создание в Мордовии федерального биотехнологического центра. Поучаствовать в этом нам есть интерес. Большие перспективы и у сотрудничества с компанией «Эромрейл» по развитию литейного производства и выпуску оборудования для химической промышленности. Кроме того, президент Беларуси отметил, им интересен опыт работы особой экономической зоны. Республика могла бы участвовать в создании совместных предприятий по производству микроэлектроники. Сейчас активно работаем с российскими партнерами на концепции создания самолета для региональных перевозок. Возможно, с учетом вашего производственного потенциала мы могли бы найти точки соприкосновения и по данному вопросу. Также Беларусь готова поделиться опытом и технологиями использования вторичных ресурсов, включая синтетическое РДФ топлива для получения тепловой энергии. Была поддержана инициатива Мордовии по созданию многофункционального центра по реализации и техническому сопровождению техники белорусского производства. Еще одна точка соприкосновения органической земледелия – поставка сельхозпродукции и продовольствия в планах развития и гуманитарного сотрудничества. Клава Мордовии Артем Сдунов подчеркнул, потенциал двухстороннего сотрудничества серьезный, при этом есть большие резервы для дальнейшего роста. Это и оптоволокно, и фармацевтика, и развитие промышленных кооперационных связей. У нас проектов много, но они партнерские. У нас около 60 предприятий работают с Республикой Беларусь, а кооперационных связей мало. То есть совместных проектов, когда мы вместе завоевываем рынок. А в свое время, допустим, у нас Минский автозавод размещал, и мы использовали шасси и делали сборочное производство, которое вместе потом продавали и получали экономическую выгоду. Мы хотим вернуться к этому вопросу. Вчера посещали и МАЗ, вчера и МТЗ посещали, и принципиально с ними об этом поговорили, потому что автокомпонентная база в Мордовии очень сильная. Также глава Мордовии подчеркнул, правительство региона нацелено на самую предметную работу по расширению сотрудничества с Республикой Беларусь. Совместные встречи и обсуждения планируются в ближайшее время. Александр Лукашенко предложил поручить правительствам провести встречу на площадке ВДНХ во время международной выставки форума «Россия» и актуализировать совместные договоренности. Ольга Данилова, Народные новости. Ольга Данилова, Народные новости.